Самара – город ярких людей, смелых творческих экспериментов. Родина всероссийской студенческой весны. 30 лет назад здесь, на берегах Волги, фестиваль объединил вокруг себя молодежь всей страны и стал культовым. В разное время лауреатами и победителями студвесны становились Евгений Гришковец, Александр Морозов, Диана Арбенина и Светлана Сурганова из группы «Ночные снайперы». Творческий потенциал молодых талантов оценивала авторитетная жюри Евгений Дога, Александр Розенбаум, Лариса Голубкина. Мы хотим познакомить вас с людьми, стоявшими у истоков фестиваля. С людьми, которые были участниками и идейными вдохновителями студвесны. Мы, Светлана Кудрявцева и Анатолий Головко, авторы нового проекта телеканала «Самара Гиз». Александр, добрый вечер. Спасибо, что нашли для нас время в своем плотном графике. Нам, правда, очень приятно. Ох уж плотный, прям плотный. Хотелось бы. Александр Морозов. Популярный российский артист эстрады, юморист, клоун, телеведущий, актер, экс-участник Самарской шоу-группы «Комиксы», лауреат Всероссийской студенческой весны 96-го года. Сразу предлагаю перейти к вопросам, если вы не против. Насколько я знаю, вы учились в Институте культуры в Самарском? Не совсем. Я учился в Самарском институте искусств и культуры. Но профессиональным актерам в то время, ну, тех, которых готовили в Институте культуры, в студвесне запрещали участвовать. Вот как вам удалось обойти вот эти все моменты, какие лазейки вы вообще нашли? По блату. Как в те времена все и делали. Ну, на самом деле, у нас был такой жанр, клоунада, пантомима. Может быть, это послужило тем, что Татьяна Ефремова и ее супруг тогда заведовали студвесной, а они как-то лояльно к нам отнеслись и понимали, что в этом жанре мы должны представлять город Самара. Мы же ездили по всей стране, представляли наш город. Поэтому хотелось, наверное, всем, чтобы в каждом жанре были представители каждого города. И мы как раз в этом жанре представляли Самару, и поэтому, может быть, нас опустили. Я также и в КВН, ну, нас, правда, далеко не пустили. Это правда, как профессионалов, но, тем не менее, мы там засветились. А как вообще родилась идея создать вот этот коллектив клоунов? Чем вдохновлялись, когда собирали эту группу? Ой, это такая длинная история. Я, когда поступил в Институт в 91-м году на режиссерский факультет, мы познакомились, значит, с Валеркой Башкировым и сделали дуэт в Самс. Мы были первокурсниками. А ребят со второго курса, Щербинин и Бершов, и третий курсник тогда, по-моему, Игорь Аляксин, они тоже как-то занимались юмором. И в итоге мы объединились и создали группу комиксов. Все как-то было настолько плавно, без каких-то «а давайте вот все создадим вот с сегодняшнего дня». Нет, это как-то само собой организовалось, мы друг другу понравились. Какие-то, помимо же студенческих весен, да, у нас в Институте много всяких капустников было, и мы как-то вот в этой каше в творчестве сковорились и поняли, что мы можем представлять какую-то достаточно интересную творческую единицу в городе. А в те времена этот жанр, вот жанр клоунады, он вообще заходил местной публике? Это как раз был такой бум маски-шоу, и на этом фоне мы смотрелись не так и плохо. Нас многие, конечно, сравнивали с масками-шоу, с лицедеями меньше, но вот это было востребовано, потому что как раз в это время появился такой проект «Самара-смайл-шоу». Во Дворце спорта собирались вот эти персонажи в малиновых пиджаках, и им нужны были шуты, коими мы и оказались, собственно. Ну, что очень положительно отразилось на содержании наших студенческих пустых кошельков, потому что эти ребята были щедры, а мы были молоды и веселы. Мы ходили на это «Самара-смайл-шоу» и их веселили за деньги. Тогда проводились еще конкурсы красоты, это было очень популярно, в «Звезде», в ДК «Звезда» это было. Мы там работали. То есть какие-то городские площадки, потом о нас, конечно, стали узнавать больше, мы стали на городских праздниках, на днях города выступать, на всяких новогодних, там, в историях. В общем, нас полюбили. Ну, действительно, у нас поляна-то была не переполненная нашим жанром, поэтому мы были такими эксклюзивными ребятами и себя прекрасно чувствовали в концертной сфере «Самары». А вы уже тогда чувствовали, что какая-то популярность вот начала приходить, что вас начали узнавать на улицах люди, здороваться, может быть, просить автографы? У нас же как, популярность приходит с телевизором. Ну, конечно же, какие-то были эфиры по самарскому телевидению, но нам этого было мало, поэтому мы тогда поперлись в Москву, тогда был популярен телевизионный проект на ТВ-6 «12 копеек», Паш Кабанов вел, это была такая популярная передача, и когда мы там засветились, нас стали уже узнавать и на улице. Ну, еще так. А когда у меня появилась там смехопанорама, уже стало легче совсем. Можно наверняка сказать, что это стало первым толчком, скажем так, к развитию дальнейшей карьеры все-таки, когда вот это творчество все начиналось и зарождалось у нас здесь. Ну, конечно, это и есть первый толчок. Хочется еще вернуться немножко к началу, задать вопрос по поводу того, что вы драматический актер в том числе, то есть у вас много ролей в театре, и хотелось бы спросить, вот что, на ваш взгляд, сложнее, рассмешить человека или все-таки заставить его плакать? Считается, что рассмешить сложнее. Я мечусь всегда между двумя студиями. Я люблю и эстраду, и театр. И когда я, допустим, бывают такие периоды в жизни, когда я очень часто начинаю работать на эстраде, например, какие-то туры, ну, в недалеком прошлом они были, сейчас уже два года как этого нету, но тем не менее. Я, когда долго работал в эстраде, то я начинал скучать по театру. И наоборот, бывало такое, что как-то усиленно начинал работать именно на драматической сцене, и меня очень как-то влекло снова в эстраду. Я говорю, я вот до сих пор, я не знаю, кто я, клоун я или драматические артисты. Не мне судить, в общем, но я не могу определиться. Мне и там, и там очень хорошо, комфортно. Поэтому я продолжаю работать и в театре, и в эстраде. Пока вопрос для вас остается открытым, в общем, я так понимаю. Ну, я надеюсь, что он вообще не будет закрыт. Никогда. Был ли какая-то отличительная самарская черта у вашего коллектива, какая-то фишка? Может быть, есть какие-то особенности у самарского юмора именно? Интересный вопрос, и я не уверен, что у меня есть какой-то ответ на него. Наверное, участника коллектива как раз самарского спрашивать об этом бессмысленно. Это надо зрителей спрашивать. Было ли у нас отличие. Но мы просто были реально крутые, потому что, когда мы поехали на Икариаду в Казань, и среди огромной массы коллективов со всей страны, это конкурс памяти Аркадия Райкина, это такая уважаемая история, в общем, и мы берем гран-при, и это о чем-то говорит, и нас сразу же приглашают в Москву. Так не со всеми поступают, поэтому мы были действительно особенны. А то, что касается Самары, мне кажется, вообще самарская земля очень щедрая на таланты. А подражателей у вас много было в вашем жанре? Были, были, но я не могу сказать, что это неуспешное. Все, ну, я не хочу никого обижать, но то, что я видел, было менее убедительным, чем наше творчество. Мы-то были не Майкла Джексона, но свою нишу мы как-то занимали. Ну, я не могу кого-то выделить, сказать, что... А вот этот клоун там, да, был крутой, был круче нас, или как мы. Нет, нет, мы были самые крутые в своем жанре. А в чем секрет вашего успеха был, как вы считаете? Это было трудолюбие или какая-то природная обаятельность, или вообще все вместе, может быть? Наверное, мы какие-то были целеустремленные, что ли. И мы с таким кайфом это делали. Это же начиналось-то не ради денег, не ради славы, а ради удовольствия. Мы все были какие-то фанатики своего дела. Наверное, секрет в этом. Мне так кажется. Хотел еще спросить, вот, если возвращаться к истокам Самарской студвесны, может ли она стать вообще хорошим стартом, любая студвесна в любом регионе, для успешной карьеры студентов, или это просто временное увлечение для молодых людей? Это вообще, мне кажется, неважно. Временное это, невременное. Это, на мой взгляд, так... Я сейчас как раз не беру творческие вузы, где это является частью профессии, да, сцена, выступления. А вот ребята, которые занимаются какими-то там совершенно другими вещами, в других сферах, в нетворческих, да, мне кажется, человек сам по себе, суть, он творческий. И должен быть какой-то выход. Студенческая весна как раз, мне кажется, дает возможность себя выразить в этом смысле. Это очень важная история. И сколько действительно из самодеятельности выходило в великих... Вот сейчас вот первое, что приходит в голову, там, Григорий Горин, да, врач. Аркан, ну, Аркадий Михайлович Арканов, да, врач. Там, Задорнов, авиатор. Мои, да. Ну, и много-много. И это все благодаря как раз вот таким вот каким-то молодежным клубным историям, где можно себя проявить как творческая личность, как творческая единица. Это очень важно. А Студвесна в мое время, я не знаю, что сейчас с ней происходит, я слышу, что она возрождается. Не знаю, насколько это правда или нет, но в мое время... Ладно, правда, и сейчас в мое что-нибудь. Я имею в виду на время моей молодости. Да что я опять, блин, я и так молодой. В общем, в те годы... Я выкручусь. В общем, в те годы Студвесна являлась каким-то эталонным, можно сказать, мероприятием всероссийским, куда хотели попасть, ну, я могу сказать, что все начинающие молодые артисты. Ну, то есть не так просто было попасть, достать билеты и... Нет, конечно. Это было очень престижно. А если ты попадал в какой-нибудь галоконцерт, в финал, то это были действительно сливки. А с чем бы сейчас вообще Студвесну можно было сравнить, вот если брать в расчет нынешние мероприятия, которые проходят, популярные для молодежи? Вот тут я действительно могу признаться, что я старенький. Я что-то упустил, и я не знаю, что сейчас происходит с молодежью, чем они вообще живут, чем они занимаются. Я все думаю, что это все в интернете происходит. Либо вот это ККМедит Клаб Движения, вот это... А какие-то есть у них фестивали или нет, я не знаю. Если говорить о 90-х, может быть, сравнимо было с какими-то рок-концертами, с грушинским фестивалем, куда все рвались, стремились? Ну, да, да. Наверное, можно так сравнить. Ну и обстановка, наверное, была похожая. Ой, это вообще... Это самые счастливые, самые безбашенные годы жизни. Это точно. Может быть, помните что-то из своих коронных номеров со Студвесны? Может быть, какая-то песня была или стихотворение, я не знаю, какой-то творческий номер, который мы сейчас можем увидеть в онлайн-эфире, скажем так. Я на лекции у себя в институте написал песню, которая называлась «Осен-Мосен». Ну, у меня вообще такой странноватый юморок, да? Мы его определили как перпендикулярный юмор. Вот. Ну, это было для своих. Вот просто для себя даже. Поржать просто. Дурь-дурь. Чушь какая-то. В общем, я ее так друзьям иногда пел по их просьбе. Вот. И вдруг эту песню услышал Миша Ништат. И, говорит, а что ты песня мугарная? Говорит, давай, ты ее со сцены петь будешь для зрителей. Говорит, с ума сошел, что ли ты? Это же вообще о чем-то. Говорит, да попробуй. Я ее спел. Очень стесняюсь, потому что я никогда собственные произведения литературные не исполнял. И еще плюс я ей не певец. В общем. И это имело какой-то... Не могу сказать, что какой-то оглушительный успех. Но, тем не менее, это даже в народ пошло. И у меня до сих пор там люди говорят, а спою «Осен-Мосен». Я сейчас могу... Давайте попробуем, пока нас никто не видит. А, кстати, «Весна». Она как раз для этого и написана. Это весенняя песня. Она называется «Осен-Мосен». Наступил весон, на земле просто ли. Появился лятун, в поле рыщет ля вун. А на крыше мя вун, поет песню дад. Все о том, че пя сун, наливается ли. Все о том, че ля вун, бродит диким в полях. И о том, че ля тун, у мя вуна в когтях. «Осен-Мосен ли», «Осен-Мосен дад». «Осен-Мосен ли», «Осен-Мосен дад». Спасибо, спасибо огромное. А это исполнялось акапельно вообще или был какой-то аккомпанемент? Конечно. Первые секунды люди думали, зрители, что то ли они сошли с ума, то ли я, они не понимают, что происходит, а потом понимают, что их обманули и начинали смеяться. Ну, самарцы тоже имели честь это наблюдать, правильно я понимаю? То есть, них и на чудес. Ну, то есть, на наших опробовали, а дальше уже пошло в народ по всей России. У меня вопросы, в принципе, все закончились. Спасибо вам огромное. Круто, что уделили нам время. Спасибо вам, что вы обо мне вспомнили. Мне приятно всегда с земляками пообщаться. И, кстати, возможно, что у меня сейчас есть такой проект, как «Творческие мои вечера». Сейчас мы попробуем в Жигулевске, может быть, если хорошо пройдет, может быть, где-то и в Самаре устроим, что-то подобное. Я там буду не один, я там буду как раз с самарскими тусовщиками, с которыми я проводил свои юные годы. Будем следить за афишей тогда, спасибо. Спасибо, хорошего вечера. Спасибо, и вам тоже. До свидания. Всего доброго. Пока. Студ весна – это особое время года. Это время надежд. Время для воплощения в жизнь самых амбициозных проектов. В момент зарождения фестиваля в 90-е годы его участниками стали 260 человек. Теперь на юбилей к нам в гости приедут более 3,5 тысяч молодых талантов из 85 регионов России. В этом году Самара вновь распахнет свои двери, чтобы открыть стране и миру новые имена. Студ весна возвращается к истокам. Добро пожаловать домой.